Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня будет видео о сборах в дорогу. Мы едем на поезде. Едем два с половиной дня с маленьким ребенком два года. И я вам покажу, что мы берем с собой. Вначале я вам покажу то, что мы берем с собой не из еды, а таких вот хозяйственных вещей, что нам пригодится в дороге, в пути. И потом покажу, что мы берем из продуктов. Так, давайте начнем. Значит, первое, что мы берем обязательно, это удлинитель длинный. Мало ли, в купе не будет розетки, мы кинем удлинитель, потому что такое уже было, что приходилось тянуть далеко удлинитель, чтобы зарядить свои телефоны и другую технику. Дальше. Вот такая классная вещь. Это складной чайник. Я покажу его, как он выглядит. Ну, тут примерно видно на картинке, он складывается. То есть вот эта часть, она мягкая, и она так складывается, как гармошка, и получается такой компактный чайничек. Чтобы не пить воду из бойлера, а как он называется, из титана, так как, во-первых, вода там неизвестно какая, где заправляется поезд, не всегда она там кипяченая. Было такое, что наливали, а вода холодная. Не хотелось бы неприятностей. Мы привыкли к своей фильтрованной воде. Будем наливать сюда бутылированную воду и кипятить. Очень удобная вещь. Я покажу в действии его в самом поезде. Так что не пропустите видео. Все покажу. Дальше берем мусорные мешочки. Берем мусорные мешочки и обычные такие пакетики салфановые, маленькие. Это обязательная вещь, пригодится. Дальше салфетки антибактериальные. Дальше термокружка, чтобы запаривать. Кашки, доченьки. Стаканчики вот такие вот как бы бумажные. Одноразовые салфетки, ой, одноразовые тарелки. Так, тут у меня мешочек. Сейчас я буду доставать что-то. Обычные салфетки такие столовые. Такие вот кружечки пластиковые, чтобы пить чай. Полотенчик там где-то такой кухонный. Далее тут ложки пластиковые, обычные. И пластмассовая викулина ложечка. Дальше тут развернула из полотенца два ножа и вилочки пластиковые. Тут у меня так это все завернуто. Далее. Так что я это все уберу. Далее, конечно же, это зарядники для телефонов и другой техники. И так как у нас ребенок, мы с собой берем подгузники. Примерно 10 штук в поезд. На всякий случай. Вообще мы берем с собой горшок. Кстати, я его не показала. Небольшой горшок, обычный. Я надеюсь, что она будет в него ходить в туалет. Но это вот так вот на ночь. Ну, в общем, не знаю, как ребенок себя поведет в поезде. Будет он ходить в горшок или нет. Мало ли, там стресс, все дела. Берем с собой на всякий случай подгузники. Вот. Дальше беру с собой такую косметичку. Тут у нас все самое-самое необходимое. Получается тут женские средства гигиены в такой косметичке. Зубная паста маленькая. Такая вот прям она вообще допустненькая умывалка. Вот это маленькое. Это сухой шампунь. Так как едем мы долго, хочется, чтобы голова выглядела прилично. Мыло. И сюда я еще положу наши зубные щетки. У нас электрические зубные щетки. Мы их берем с собой. Но я их не положила, так как мы еще ими будем пользоваться. Уезжаем мы завтра. Завтра утром нужно почистить зубы и уберем их сюда в косметичку. Вот собственно и все. Из таких вот непродовольственных вещей я все показала. Дальше давайте перейдем к продуктам. Так, что мы берем из продуктов? Так, ну вот примерно так выглядит это все. Давайте начну по порядку. Значит, доширак, лапша. Потом вот несколько, получается, биг ланч. Вот такая вот лапша. И вот еще одна биг ланч. Тоже вермишель это, да? Две такие вот пюрешки. А вот еще муж себе взял биг ланч. Вот такую вот большую тарелку. В общем, три. Получается четыре у нас лапши. Две пюрешки. Я напоминаю, что едем мы почти три дня. Два с половиной. Так, вот это вот любятого подушечки. Это я взяла, ну и в принципе и нам. И доченьке похрустеть. Он состав более-менее натуральный. Как бы по сравнению с другими такими подушечками. Поэтому я ей даю. В небольшом количестве она такое может поесть. Тем более в дороге, как бы не каждый день она это ест. Дальше. Сухарики. Ну это нам, взрослым, похрустеть. Вот такое молоко. Маленькие пачки, 200 мл. Либо в кашу добавлять, либо где-то в кофе. С теми же подушечками можно. Ну в общем молоко нам нужно. Далее. Сейчас я покажу вот такое быстро заваримое. Что беру. Вот такие вот супы. Разные. Куриный суп. Грибной. Куриный. Так, тут с лапшой. Это с сухариками был, да? Грибной. И еще раз с лапшой куриный. Вот такие вот супчики. Заваривать. И вот такие вот каши. Каши я беру в основном для Вики. Она у нас по утрам кушает молочные кашки. Вообще тут они, вот эта вот клубника с молоком идет. А вот эти без молока. Они, получается, без варки. Вот мы вот в эти каши можем добавить вот это молочко. Запарим горячей водой в кружки, в термокружки. Чтобы лучше она так распарилась. И добавим молока. Будет тут достаточно вкусно. Хочу сказать, что именно вот у этой фирмы на стле Быстров более-менее нормальный состав. Я вам сейчас его покажу. То есть вот другие подобные каши. Везде добавлены всякие усилители вкуса, ароматизаторы. Всякая гадость. А вот смотрите тут. Хлопья овсяные из цельных злаков. Так, содержит глютен. Сахар, сыворотка молочная, сухая, сухое, цельное молоко, клубника, соль. Да, натуральный ароматизатор есть тоже. Но, то есть вот этот состав более-менее нормальный. То есть в других кашах вообще, вообще страсть божья. Там вообще еще хуже, короче. Там всякие усилители вкуса и все такое. То есть тут нормально. Ребенок может это поесть. Конечно, это не идеальный состав. Но совсем детские кашки, вот эти вот, которые разводятся в водичке, она не ест. Она вот такие, к таким уже привыкла. И вот такая вот каша. Гречка с курицей. То есть это уже не сладкий вариант, а соленый. Также, я думаю, может быть Викуля покушает. Тоже состав нормальный. Ну, как бы относительно, да. Ничего такого страшного, прям уж таки нету. Далее, что берем викули морсы. Так, а вот еще хочу показать, что вике также мы берем, получается, тут такие фрикадельки. Может быть покушает, как-то их подогреем. Не знаю, там в горячей воде. Фрикадельки. И вот такие вот пюрешки. Тут говядина, гречка. И цыпленок, овощи. В общем, вот так вот. Детское вот такое питание. Дальше. Что берем к чаю? Такие вот печеньки, небольшие пачки. Много сильно не набираем. И вот такие вот батончики. Кстати, вот эти батончики купили в светофоре. Они как наподобие Твикса. Ну, кстати, прикольные. Тут буквально 4 штучки, 4 батончика. Далее. Викули также берем вот такие пюрешки. Гербер у нас на яблоко аллергия. Поэтому мы берем вот такие вот банан-манго с йогуртом и злаками. Их, кстати, без яблока очень мало пюрешек. И вот такой банан-черника-йогурт-злаки. Вот две штуки. И я беру очень много ей всяких снеков. Чем занять ребенка, если игры уже все надоели? Конечно же, это какой-то перекус, чем-то похрустеть. Ей это очень нравится. И вот эти вот пафы, они называются, ей вообще заходят. Она любит их. В общем, взяла два вот с таким вкусом. Получается, со вкусом клубники-банана. Один вот такой, со вкусом моркови. И два вот таких вкуса. Это банановые. Одна штучка, вот она, ну, на одну штучку она за два раза может, в принципе, съесть. Взяла с запасом, потому что, мало ли, если и кончится, то чего мы будем делать. Дальше потом еще вот такие кукурузные палочки детские. Правда, тут присутствует яблоко, но я надеюсь, что все будет хорошо. Она, кстати, как-то уже ела, вроде бы реакции не было. И вот такие вот рисовые хлебцы. В общем, перекусов таких вот снеков взяла с запасом. Ну, еще вот будут вот те вот подушечки на крайний случай. И не показала вам последний мешочек. Тут чай и кофе. Вот такой кофе, три в одном, в таких вот серебристых штучках. В светофоре, по-моему, мы покупали большую пачку, там, сто или больше штук. Чай различный, вот в таких индивидуальных пакетиках. Тес. Тут какой-то фруктовый, там, гринфилд. И вот в такой вот, в таком контейнере сахар. И тут соль. Вот будем пить чай. И сейчас покажу еще остальные продукты, которые хранятся в холодильнике. Так, достала из морозилки. Прям у нас тут заморожено. Слышно. Дубовая. Лед. Колбаска в нарезке в вакуумной упаковке. Она так дольше сохранится. И плюс из-за того, что она заморожена, у нас с собой будет сумка-холодильник. Туда мы положим 4 или даже 6 этих элементов холода. Так, что ничего не пропадет. Тут у нас сосиски. Уже замороженные. И вот такой сыр. Мы положим все в холодильник. В сумку-холодильник. И оно там будет постепенно все размораживаться и сохраниться. Также на первый день я с собой беру жареную курицу. Купила корочка. Пожарю их. Уже, ну, завтра. Завтра мы уезжаем. Вечером. 5 часов вечером. И я нажарю с самого утра. Все остынет. Также сверху положим сумку-холодильник. И обязательно берем с собой помидорчики, огурчики, фрукты. Из фруктов буду брать виноград, нектарины. Ну, и посмотрю еще, что там у нас будет в наличии. Ну, и не сказала, что вот берем мы с собой биолакты. Тоже я заморозила. Потому что Викуля у нас пьет их ночью и перед сном. 6 штук с собой заморозила. И еще обычных возьму. Не замороженных тоже несколько штук. Буквально на первый день. Испортится то, что даже они кисломолочные не должно. Так как у нас будет сумка-холодильник. Там будет очень холодно. Потому что там вот замороженные эти продукты. Элементы холода. Все должно быть отлично. И вот эти вот замороженные тоже же, они холодные. В общем, я думаю, что все должно быть здорово. Вот такие вот у нас будут с собой продукты. Ну, и я не показала еще один рюкзак. Там у нас чисто наша одежда, которая сменная в поезд. Собе беру футболку и хлопковые штаны. Мужу тоже футболку, шорты. Викуля точно так же. Сменная обувь, сланцы, да. Какие-то необходимые вещи именно для Вики. Там ее крема. Потому что у нас отопичная кожа. Там еще какие-то подгузники, присыпка. Ну, в общем, я думаю, что это не очень интересно. Потому что это индивидуально для каждого, да. Каждый берет для себя сам то, что ему нужно. Вот. А еще, кстати, из продуктов, конечно же, мы берем хлеб. Я не показала хлеб, потому что мы завтра, это с утра, свежее все купим. Завтра уже, скорее всего, возможность у меня не будет снимать все продукты. Вот. Хлебушек мы докупим. Как я сказала, фрукты, овощи. Что будет у нас тут у товарищей палатки, которая торгует фруктами и овощами. Все прикупим. Вот. Ну, надеюсь, что мои видео вам были интересны и полезны. Что-то вы для себя присмотрели. Спасибо вам большое за просмотр. Оценивайте это видео. Пишите комментарии. Понравилось вам такое видео или нет. Что вы берете с собой в поезд. И увидимся с вами теперь, наверное, уже в поезде. Будем снимать для вас влоги интересные. И с поездки. Спасибо вам большое за просмотр еще раз. И всем пока-пока. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok